Так, все меня слышат. А меня слышно? Да. А, сейчас я включусь просто. Ну, вы можете включиться потом, если какие-то будут вопросы. Недавно, пару дней назад провела планерку Аня Черна для директоров, для ключевых партнеров. И рассказала, в принципе, перед этим мы обсудили в директорском чате. И такой вопрос, что без планирования очень такой спонтанный рост. И вообще непонятно будет, без планирования что-то или нет. Что те директора, которые четко планируют себе и своим партнерам работу или те же звания, у тех более эффективно идет все в результате. То, что предложили для директоров, для ключевых партнеров. Я немножко другое вам предложу. Ну, вот, то, что предложили директорам, как делают. Например, берется одна веточка, вот основная, без ответвлений. И по ней на каталог планируется, каким образом прирост. Что каждый, вот если в этой веточке 5 человек рекрутируют, каждому из этих 5 человек планируется, что у них там от 3 до 5 рекрутов заказан по 50 баллов за каталог. Записывается в табличку, и когда вот эти у каждого из 5 человек по 5-5-5-5, да, и вот это будет прирост. Также туда вписываются новички, которым тоже планируется 1-2 рекрута с 50 баллами, и от этого отталкиваются. Я думаю, мы начнем немножко с другого, потому что у нас сейчас вот пару каталогов упал рекрутинг. Ну, вот в конце каталога сейчас вот пару дней, я смотрю, что действительно пошло шевеление, и уже пошли люди начали приходить, и в чате более оживленно, а то какой-то немножко спад у всех был. И я думаю, что нам нужно больше планировать именно по рекрутингу. Для начала, потом посмотрим, сможем и в таком плане тоже сделать по баллам. Но если у нас будет рекрутинг, нам будет из кого выбирать, чтобы эти новички делали заказы и включались. По построению еще. Для начала, мы все ведем совместную веточку, и уже кто здесь, начали вторые веточки, свои. Но получается так, что когда все начинают активчики, вторые веточки, может затухнуть конец основной ветки. Потому что туда уже идет, соответственно, меньше регистрации. И то, что было предложение, также вот Аня на планерке говорила, что вторые ветки, в принципе, желательно начинать, когда в основной ветке остается хотя бы 4-5 активчиков, которые регистрируют в ту веточку. То есть, вы начинаете, вместо вас остаются 4-5 партнеров, которые регистрируют в основную ветку. Тогда она тоже будет дальше развиваться, потому что это тоже ваша веточка. То, что та, что та, это ваши веточки. И нужно смотреть, чтобы равноценно и та, и та росла. Если уже начались вторые ветки, понятно, что их никто бросать не будет. Но каким образом надо смотреть, чтобы в той основной ветке тоже от всех людей, которые там есть, я не считаю спонсора, то есть, кто туда регистрирует, чтобы было хотя бы по одной регистрации еще от тех партнеров, которые начали вторые веточки. Чтобы не было никому обидно, что кто-то закинул туда регистрацию, а кто-то все-таки больше в свое основное, можно сделать по такому принципу. Вот из трех регистраций можно две регистрации кидать во вторую веточку и одну в основную. И тогда за счет того, что у нас много людей, у которых есть вторые веточки, будет расти и та, и та. И смотреть уже дальше по тому, как они развиваются. То есть, появляются там активные люди, которые тоже начинают регистрировать в основную ветку, тогда вы уже переключаетесь на свою. Пока нет активчиков еще внизу структуры, которые не сверху, что спонсор кидает, а именно внизу, то нужно эту ветку тоже подпитывать. Конкретно по ветке, да, это уже можно смотреть по каждой. У нас тут несколько разветвлений сейчас присутствует, как раз из разных веточек, поэтому уже конкретно можем обговаривать с каждым из вас. По плану по рекрутингу теперь. Я с воскресенья делаю новый чат по рекрутингу, потому что в этом чате уже куча людей, причем там 70 с чем-то человек, из них может от силы человек 20, да, что-то пишут, что-то делают, остальные зависли, непонятно чего они там делают. И в этот новый чат мы не будем добавлять сразу после заказа, потому что если человек сделал заказ, это еще не значит, что он включается в работу. У нас куча случаев, когда люди делают там по 2-3 балла, потом их добавляют сразу в чат, потом они некоторые либо не забирают, либо они отменяют вообще заказ, либо даже если они отменяют и забирают, то они работать так и начинают, и смысл нахождения в этом чате я не вижу. Как будем добавлять? Я ссылку не буду кидать в турборост на новый чат по рекрутингу. Я его сделаю, я добавлю, конечно, всех, которые в ключевом чате, также тех, которых я знаю, что еще не попали в ключевой, но которые уже рекрутируют, и напишу, чтобы те, кто хочет попасть, которые уже есть в турборосте, они будут добавляться через вас, то есть через ключевых, там все ваши люди, и они будут писать, если мы знаем, что, ну, действительно, может пусть пока там не сильно получается с регистрацией, но если человек делает, если он подает объявление, если он в процессе, то, конечно, мы его добавляем. Как с новичками? Если вот они сделали заказ, мы не спешим их добавлять, мы им даем рекрутинг. То есть что мы делаем после, ну, и после заказа, и, в принципе, мы даем информацию, которая есть на обучающем сайте в разделе рекрутинг, там доски или соцсети. Я немножко обновила там пару видео вчера и на досках, и по соцсетям сделала инструкции более такие подробные. И когда мы видим, что человек, общаемся в личку, стараемся писать в личку, и когда уже человек, то есть нам пишут, что я подал столько там объявлений, либо я сделал столько-то страничек в соцсети, дал вам на них ссылки, и вот когда уже вы видите, что пошел процесс и есть заказ, тогда можно добавлять чай по рекрутингу, чтобы уже более практикой делился. А просто заказ – это еще не показатель, что он будет работать. Да, все согласны. Много же было случаев, когда после заказа просто люди исчезали. Или отменяли. Да, либо отменяли, либо вообще потом, либо потом добавляли тоже там у нас, да, кто-то был, Иван, по-моему, что он зарегистрировал, сразу туда добавил, да, человек сделает заказ в результате, ну, все равно все зависает, и смысл, ну, смысл им там находиться. Плюс в этом чате мы будем планировать. У нас будет табличка планирования ежедневных действий. Сделаю табличку на Google Диске, и вот как раз начинается каталог, будет у нас графа, вот запланируем себе количество регистраций. Каждый, да, будет фамилия, впишите себе туда, мой план на каталог по регистрации. И потом ежедневно прописываем количество действий. Можно с вечера прописать, можно там на несколько дней вперед, потом все корректировать, чтобы не забывать, ну, например, там, подать столько-то объявлений. Обновление это, ну, не будем даже туда писать, потому что обновление это фактически работа плагина, это не есть рекрутинг. То есть каждый, исходя из того, где он работает, будем писать, то, что у нас, конечно, вот некоторые, Юля, Лена работают с телефона, с планшета, это, конечно, с новыми объявлениями сложнее, но будут себе планировать, да, то, что, то, что возможно сделать на этих средах. Я, допустим, не представляю, как работать с планшета, с телефона, для меня это космос, поэтому, конечно, большие молодцы, что вы это делаете. И вот будем прописывать. Я начну с себя. Я тоже буду туда писать эту табличку. Я знаю, что я уже несколько дней опять стала себе писать план ежедневники, конкретно, что мне надо сделать. И я конкретно по этому плану вот просто вечером сижу и вычеркиваю. И я тогда действительно делаю намного больше, чем я просто себе в голове прокручу, вот я сделаю то-то, то-то. Когда оно написано, вообще по-другому. И вот там мы будем, допустим, план на сегодня, там подать столько-то объявлений. Ну, отклики, понятно, что мы не запланируем. Это уже потом в чате можно написать, что было там столько-то откликов с той-стой доски. Потому что тоже всем писать какие хорошие доски, которые люди непонятно, ну, непонятно откуда взялись. Может вообще пришли информацию узнать, мало ли. А там уже будут те действительно, кто работает. И вот будем, значит, друг друга контролировать и видеть, кто что делает, кто себе что запланировал. Потом в конце дня, как бы, сделано-сделано, или там на сколько-то процентов сделано. То получилось, то получилось. Понятно, что могут меняться обстоятельства. Запланирую одно, а потом что-то, какие-то планы на день. Но будем стремиться к тому, чтобы хотя бы запланировать регистрацию. Работу по подаче объявлений, ну, как минимум должно быть 30 новых объявлений в день. Это такой минимум. Разведывать новые доски. Думаю, доски новые. Ну, все равно есть доски с объявлениями, нужно просто их найти. Потому что если затухают одни, хотя последние дни у меня вот пошли опять отклики, но будем искать новые. Либо в соцсетях, мне вот нравится сейчас сам процесс даже работы в соцсетях. Я к ним вернулась, поэтому я буду чередовать. Дальше каждый из вас уже выбирает, как ему подходит и как ему удобнее. Даже Инстаграм с телефона. Но Аня Черна просто в Инстаграм пинками всех гонит, потому что, говорит, настолько это эффективно. Но вот сама Аня Черна, она до сих пор, считайте, человек зарабатывает, ну, какие суммы, она активно рекрутирует в Инстаграм. Она делает новые аккаунты. Она пишет людям в директ предложения. То есть у нее не только пассивный рекрутинг. У нее идет самый настоящий активный рекрутинг. Потому что она хочет, то есть, ну, у нее уже цель, конечно, более такая глобальная. Там новые звания, новые достижения. Но, тем не менее, она вот это все делает. Поэтому, чем мы хуже. Ну, понятно тогда, почему она добилась такого результата. Потому что она не сбавила свои обороты. А дальше, дальше продолжает в том же духе. А, и что еще? Значит, по школе новичка я немножко поменяю. Для того, чтобы мы смогли в будущем хотя бы стремиться к такому планированию не просто регистрации, а регистрации, ну, рекрутов, то есть людей с заказами, я сделаю, сниму видео, вставлю в школе новичка, в котором буду, ну, расскажу им более подробно на пальцах, на примере среднего заказа в структуре от 50 баллов, как будет расти структура. Возможно, это их будет больше подталкивать именно к тому, чтобы делать заказы, да, чтобы не просто сидеть. Что вот вы сделали 50 баллов, вас спонсор пригласил. Двух-трех человек, которые тоже сделали по 50 баллов, вы пригласили. И уже за первый там каталог у вас столько-то, да, чтобы они понимали, к чему мы идем. Это все понятно. Может, есть какие-то предложения. И еще я думаю над тем, я не знаю, я посмотрю, оставить или все-таки забрать из школы маркетинг-план. Возможно, я просто так же в этом видео, в котором расскажу, откуда берется, возможно, я просто более коротко расскажу, на каких званиях, да, какие могут быть доходы, чтобы их не грузить изначально на школе маркетинг-планом. Потому что там стоит видео «Маркетинг-план по России», «Маркетинг-план по Украине». Максимально упростить школу. Первое видео ознакомительное, потом там идет буквально задание добавиться тоже в Skype. Хотя мы сейчас и школа. Кто-то дает еще в школу до того момента, как они добавляются в Skype. Тогда просто нет смысла даже оставлять, ну, потому что в школе один из уроков есть «Добавиться в Skype». А поскольку мы сейчас даем все равно только в Skype, тогда нет смысла особо оставлять этот пункт. И тогда уже с воскресенья планируем себе прямо вот, начиная. Тогда же в субботу я сделаю, там, сегодня, может даже сегодня я сделаю чат. Мы можем начать уже туда переходить. Сделаю табличку, где можем уже буквально завтра расписывать себе планы на следующий каталог. Со старым чатом постепенно распрощаемся. Я там тоже напишу, что не все переходят, потому что есть у нас, кто рекрутирует, кого еще здесь нету в ключевых партнерах. Напишу, чтобы они только тех людей, которые начали делать, тогда уже добавляли, и не сразу. То у нас просто получается иногда как вот цель, что человек, ну, понятно, радуется каждый, когда человек активировался, когда он сделал заказ, мы сразу, хопа, все, в турборост. Вот, немножко, думаю, человеку не особо это важно. Помощь он от нас все равно получает. Может, если они будут задавать вопросы какие-то элементарные в командном чате, им тоже всегда ответят. Кажется, что это все, что я хотела. Какие-то вопросы, предложения. Планерку уже для команды сделаем на следующей неделе. Для всех. С началом каталога, возможно, в понедельник. То даже акции сразу, может, новые будут, расскажу. И как раз вот видео по построению, думаю, что я его уже сниму. Если вопросов нету, если все понятно, все совсем согласны, тогда будем перетекать в другой чат. Ну, ключевые так и остаются. Сейчас очень многие чаты, особенно менеджерские, директорские, тоже в следующего каталога будут переходить в Телеграм. Все вот так очень хвалят, говорят, что он более простой. Чат ключевых у нас уже там есть. И там уже, сколько у нас, человек 5, наверное, или 6 там есть в чате. Так что можем себе устанавливать, попробуем. Мне пока тоже непривычно в Телеграм. Как-то в Скайпе более, да, так, уже привыкли. Но попробовать можно, потому что все так прямо говорят, что он намного легче, и что меньше веснет, меньше места занимает. Поэтому хотя бы чат ключевых мы можем попробовать еще продублировать там. Да, всех, у кого еще Телеграм нету. Юля, Юля, Катя уже там в чате. Да, Скайп привычнее. Я сначала, ну, как бы мы туда добавились, потом решили, что нет. А теперь прям пошла такая тенденция, что вот Аня Черна написала, что следующего каталога директорский она будет полностью переведить в Телеграм, потому что у нее Скайп висит. И менеджерские начали переводить. Но командный у нас так и остается. Я не вижу смысла пока людей куда-то туда в Телеграм, потому что, думаю, многие из них и в принципе не знают, что это такое, потому что сами недавно же услышали, что такое существует. Скайп все-таки люди знают. У меня есть ссылка, как... Еще, да, страшно, что мы сейчас все, ну, пусть это одни останемся. Ведь все действительно чаты начинают пустить, все выходят с таких уже крупных чатов. Вот я в каком-то чате, да, вот, добавила меня Аня Черна, тогда же все оттуда выходят, и действительно никого не будет в Скайпе уже. Уже все переходят. Просто если мы не будем разбираться, то мы, наверное, одни и останемся в Скайпе. Да. Какой-либо информации. Поэтому вот им нужно, наверное, просто не то, что самим там все, переходить и сидеть там, хотя бы разобраться, что и как, чтобы, если что, можно было потом переводить людей. И, к примеру, можно активных туда, да, сам. Ну, вот ключевые, да, вот ключи. Да, ключевые. Ну, да, просто чтобы мы сначала сами разобрали хотя бы вот кто, кто есть ключевым, чтобы мы знали, что это за телеграмма и вообще, что с ним делать. Потому что я сама там сижу, очень долго думала, как куда кого добавить. Мама, иди сюда на телеграмму. Так что кто, кого еще... На телеграмме вот можно русифицировать его. А тут тоже можно. Я где-то у меня есть видео, я сейчас скину. Я где-то сейчас, потому что очень часто скидывают видео, как русифицировать, как установить. И я сейчас сюда продублирую, я куда-то его себе копировала. И будем разбираться сами, чтобы потом можно будет новичкам рассказать. У нас же действительно вот этот топ-чат УУ тоже Анин, туда все выходят. Я сейчас вот ей написала, чтобы она добавила. Оказывается, ей нужно тоже в телеграмм написать, потому что в скайпе Анин, наверное, уже не отвечает. Я ей два дня назад написала. То есть она уже тоже говорит, я уже буду час в скайпе, остальное все время я буду в телеграмм. Я еще, знаешь, думаю, что, наверное, почему у них виснет, а у нас, ну, они же жалуют, почему они туда перешли. То, что скайп виснет, у нас не виснет. Потому что у нас контактов мало. Да, да. А у кого уже очень много контактов, у кого-то чатов этих. И вот Аня Черна сказала, что у них 6 тысяч контактов только. А, ну, конечно, у нее уж там вообще. И у нее все виснет. И там у нее ничего не виснет. Единственное, что, конечно, я не знаю, насколько он будет хорошо работать, мало ли он как-нибудь кряпнет. Но разобраться, наверное, все равно придется. Для начала, как будто это соцсеть. Просто обычная, чтобы просто для себя. А потом уже, возможно, что-то хорошее. Ну, так что будем разбираться в этом составе, в котором мы есть в этом чате, что мы не зря же ключевое. Разберемся тогда. Ну, потому что командный действительно смысла не вижу сейчас переводить. У меня скайп нормально работает. Не знаю, потому что контакты периодически подчищаются. С чатов лишних я тоже постаралась повыходить. У меня, конечно, хватает тоже. Но уже не так, как из всяких личных повыходила. Поэтому будем разбираться. Тогда я сейчас видео скину туда. То, что у меня есть по Телеграм. Я сейчас скину сюда. Добавим вас в чат. Катя там уже сегодня красивые стикеры кидала. Я так и не поняла, как их сделать. Поэтому будем методом тыка и видео. Хорошо. Я тогда, я вроде записала, чтобы остальные послушали. И отключаюсь. Я так и скину. Скину. Продолжение следует...